всем привет снимаю такой обзорчик конвектора напольного или внутри полового не знаю как правильно сказать так что не стебайтесь у меня две штучки и 1 800 к на 100 на 350 размерами 2 1200 800 тоже ой вернее 1200 350 на 100 100 это высота 350 ширина и длина и соответственно 800 1200 это польский производитель регуляции регулус систем канал дуо есть 2 4 и по-моему даже есть моно естественно это обозначает количество каналов проходимых теплоносителем я так понимаю тоже никогда я никогда не сталкивался с конвекторами сейчас раз их распаковывать буду у меня их будет стоять 4 штучки очень многие сантехники монтажники не советуют их ставить так как от них мало толку а стоят они много да согласен стоит они много эти две модели как бы стоя не буду сейчас про цены ничего говорить но я их прочь из польши покупал но скажу вам так вот такой вот у нас допустим стране у нас городе стоит где-то порядка 300 долларов это 800 миллиметров 1200 тысячу там стоит пределах полу тысячи долларов так что как куда это не дешево но батареи вешать на всю высоту сбоку как бы витражных окон там французских как их называют мне такое не нравится да и у меня нету как бы там место чтобы такие монтируют да и то что я хотел то что не нравилось замена им допустим они тоже стоят то же самое что они еще бывают эти конвекторы с этими с вентиляторами но говорят что не пыль засасывает и выгоняет поднимают ну как бы с этим я тоже согласен я их не распаковывал вот сейчас просто распаковываю сегодня забрал вот что у нас в общем то и есть вот что у нас есть тут так мы на небольшую рекламную паузу отключились так смотрите значит что у нас класс это получается класс огнеупорности а один не знает на смесь стандарты так смотрите для горячих ну то есть отопление получается да в здании для горячего отопления максимальное давление 1500 килопаскал это получается 15 бар или килограмм силы и максимальная температура 110 градусов мощность тепловая 360 ватт вот в принципе все что нужно будет рассказать дальше я не знаю что это за это распорки короче монтажного вот я читаю здесь да чтобы ее чтобы ее а все понял что когда будете заливать стяжку допустим цемент чтобы он не сдавил не изменилась геометрия вот этой рамки я так понимаю но еще скажу я купил без металлической там алюминиевый кита железный хрен без решетки почему сейчас объясню по двум причинам во первых она стоит тоже нормально барабосиков а второе то что я еще не знаю ко мне плитка там или ламинат то есть я лучше потом попозже подберу его под интерьер чем заранее покупать и потом просто будет некрасиво она смотреться так сейчас секундочку я возьму нож снимайте монтажные распорочки аккуратно так она видите все упаковано довольно таки прилично ладно не буду я зря чтобы не поцарапать ничего так это у нас карта гарантийная и тут монтажные дюбеля вот это вот раз воздушные развоздушивающий клапанчик то есть стравливать воздух который там будет при заполнении системы мало очень видео пройти конвекторы на поле очень мало взлетит а так что я вот решил сумму своих 5 копеек может какие-то будут неточности так что можете мне попасть вот вот собственно говоря сам радиатор сейчас его вскрою секундочку расскажу еще чё почем чё почем ну само корыто 350 300 внутри вот это самого монтаж на 300 корыто а вот тоже с рамкой она идет 350 то есть по 2,5 сантиметра на упрощение за эту суету все как всегда так это у нас вверх ногами потому что я вижу ножки вот такие вот у нас что у нас здесь да да все то у срачки просто две трубки просто на просто соединенные между собой между ними ребра как тепло отводящие и дающие нам тепло так сказать вот чем он дешевый чем это дешевизна этого конвектора тем что вот это вот это алюминий скорее всего круто когда медь имеется на другие немножко характеристики и она лучше тепло дает она лучше его принимает дольше вот дает понимаете алюминий он чик принял и ушел отдал все а метина более тяжелая была плотность металла другая и как бы другие у нее физика физические свойства так сказать вот присоединение тоже как бы что такое ну относительно можно сказать ну в общем-то эти деньги что он стоит я считаю что неплохо а это это будет скорее всего монтажная планка да только для какого монтажа ну и вот тут пускай оператор покажет заглушки стоят на вот вот этих вот металлопласта на подключение то есть можно и вот так можно так ну переворачивать какой стороны удобнее в общем то все ну то есть есть до 2 трубки бывают 4 4 до 2 и моно там получается одно но хотя не понимаю как оно получается но будет вход и выход хрен не знаю интересно посмотреть ну все такое сделано не скажем хлипенько не нормально будет видно потом можете еще сниму как его смонтирую покажу что и к все пока что ребята все всем спасибо что и пока